Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня». Мы работаем в прямом эфире в студии Ирины Чекунова. Сегодня у меня в гостях Игорь Николаевич Новожилов, заместитель начальника отдела управления ГИБДД УМВД России по Тверской области. Игорь Николаевич, добрый день! Здравствуйте! Начну с небольшой статистики. В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» в этом 2020 году в Тверской области будет отремонтировано 214 километров автодорог. Из них 60 километров в областной столице. Поговорим именно об этом, о проекте «Безопасные и качественные автодороги». Конечно, жители региона интересуют, каких еще положительных изменений ждать и какие автодороги будут отремонтированы в первую очередь. Но, пожалуй, давайте начнем с того, что же это такое за национальный проект «Безопасные и качественные автодороги», сколько лет он проходит в нашем регионе и что уже сделано? Да, уважаемые радиослушатели, национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализуется в рамках исполнения указа президента, как говорят его майские указы президента 2018 года, который утвердил национальные цели и стратегии, стратегические задачи развития Российской Федерации до 2024 года. Для повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, разработан национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В состав национального проекта у нас входят четыре федеральных проекта. Дорожная сеть, о которой мы рассказали. Это как раз ремонт дорог. Это ремонт дорог, да. За что отвечает у нас Министерство транспорта. Общесистемные меры развития дорожного хозяйства. Это внедрение комплексов фиксации административных правонарушений, создание интеллектуальных транспортных систем для того, чтобы водителям было комфортнее передвигаться. Как говорят в простонародье «умные светофоры». То есть зеленая волна, поехал, выехал на улицу и дальше едешь по зеленой волне. Это которые у нас уже появляются в улице, да? Появляются, да, но их еще не так много. У нас чуть более десяти оборудовано таких светофоров, которые... Здесь суть в чем? Нам нужно для того, чтобы загружена улица, допустим. По одной улице мы движемся, и пропуск транспортных средств осуществляется по той наиболее загруженной. Та менее загруженная, значит, потом поедет. Вот хорошо бы было, чтобы пропускать пазон, потому что часы пик у нас сейчас город-то подстаивает, особенно заволжье. Да, 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 у нас бывают такие проблемы. Кстати, это планируется сделать? Сколько таких вообще светофоров должно быть? Они должны быть на каждом перекрестке по большому счету? Я считаю, что все светофоры, которые работают в стандартном режиме, ну, я не говорю, а вызовной пешеход подошел, нажал на кнопочку и перешел. Здесь трудно что-то... Да, 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 это нерегулируемый пешеходный переход, так называемый. Да, да, да. Обычный транспортный светофор, который расположен на перекрестке, все они должны так быть обустроены. Это для комфорта автомобилистов прежде всего? Ну, и людей, и пешеходов, чтобы все понимали. Когда мы едем, если мы едем, допустим, мы проехали один светофор, мы не стоим на следующем. Не на стоим, да. Мы в зеленой волне. Мы в зеленой волне. А за это кто отвечает? Тоже Министерство транспорта. Тоже Министерство транспорта, да. Следующий составляющий проекта безопасной и качественной дороги Это федеральный проект безопасного дорожного движения За который отвечает МВД Мы о нем подробнее поговорим сейчас И четвертое, ну как бы нас особо автолюбитель не касается Это автомобильные дороги не общего пользования, Министерство обороны Мы его пока оставим Вот мы сказали про светофоры Если мы говорим о некоторых пунктах из этих четырех, которые вы назвали По дорожной сети У нас продолжается ремонт основных региональных дорог области Это, я приведу просто примеры, такие как Торжок-Осташков Тверь-Бежицк, начиная от Кушалинского поворота и далее Осташков-Сельжар-Варже В городе Твери Это основные, как правило, магистральные дороги города Сегодня, в этом году, реализуется проект Не на совсем магистральных дорогах А другого, менее значимого значения Поэтому в рамках реализации вот этих проектов Дорожная сеть в 2020 году На территории Тверской области Предусмотрено приведение 27,4% дорог В соответствии с требованиями нормативов А я скажу, что у нас в планах По Тверской области В рамках этого проекта Привести 33,7% Всего автодорог регионального значения К требованиям норматива Но что я хотел бы обратить внимание Вообще российский показатель Здесь стоит 60% Дорог к 2024 году Привести в соответствии с требованиями норматива Но в связи с тем, что у нас В области достаточно большая Протяженность региональных дорог Для нас этот показатель будет Чуть меньше То есть 33,7% Но если мы приведем их в соответствии Эти проценты 30 с небольшим У нас качество дорог Все равно у нас будет уже Все нормально с дорогами Ну основные дороги артерии Как говорится Транспортные артерии Верхневолжья Уже будут приведены Более-менее в соответствии Нормативам 18-й год Кажется, что мы делаем Да, ведь начинается Вот с 18-го года И по 24-й Кажется, что уже ремонт Он длится давно И дороги приводят в соответствие Такое ощущение создается Да Но это как бы ремонт был плановый И не в рамках этого национального проекта Вы знаете Здесь нужно разделить Есть в рамках те, которые В рамках национального проекта Дороги ремонтируются Которых я сказал выше И те, которые ремонтируются В рамках обычного финансирования Правительства Тверской области То есть одно другое не отменяет Да, одно другое не отменяет Поэтому те мероприятия Которые реализуются На объектах БКД Они как бы Более глубокие С точки зрения И технологии Производства работ И мероприятий По обустройству дорог Техническими средствами Организации движения Конечно, мы стараемся И другие Не обходить стороной И госавтоинспекция Предлагает мероприятия По безопасности дорожного движения На них В принципе Пока это все реализуется Все поддерживается Правительством Тверской области Министерством транспорта Ну и надеемся, что После реализации Они станутся более безопасными Эти дороги Уважаемые друзья Продолжаем программу Тема дня Сегодня с вами Ирина Чекунова А в гостях у меня Игорь Николаевич Новожилов Заместитель начальника отдела Управления ГИБДД У МВД России По Тверской области Сегодня говорим О национальном проекте Безопасные и качественные Автодороги Игорь Николаевич Несколько слов О том пункте Национального проекта За который отвечает Министерство внутренних дел Да Министерство внутренних дел Я еще раз повторюсь Отвечает за федеральный проект Безопасность дорожного движения В рамках этого проекта Тверской области Выставлен показатель Достижения Снижения В три с половиной раза Погибших В результате ДТП К 2024 году По сравнению С 2017 годом И еще раз Какой показатель Сколько раз В три с половиной раза Снизить показатель Смертности погибших В ДТП К 2024 году По сравнению В 2017 году Это в силах Вообще сделать Вот каким образом Вот давайте Вот это подробнее Расскажем Потому что показатель На самом деле Очень нехороший Да Показатель очень сложный Задача Очень серьезная Стоит В цифрах Я немножко скажу В 2017 году У нас погибло 222 человека На дорогах Тверского региона В 2024 году Если мы в три с половиной раза Посчитаем И снизим Это будет 62 человека И это можно сделать За счет реализации Вот этого национального проекта Реализации национального проекта Достаточно мало Здесь нужен комплекс 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 всех структур Органов власти Для достижения Этого показателя Вот я приведу пример На 30 сентября 2020 года На дорогах региона Погибло 144 человека Ну, общее количество ДТП У нас составило На сегодняшний день 1340 367 И 1675 Человек получили ранения Для Тверской области В этом году Показатель выставлен Не превысить 181 человек То есть у нас еще Пока Пока 144 Пока 144 Да Сложно Показатель Достигнуть будет Но Общими усилиями Мы будем стараться Его достигнуть Что здесь делать надо Вот для чего Вот какой комплекс Он Вот если Если говорить О качестве дороги Если говорить Как вот человеку-то В голову не залезешь Водителю Часто это Тот самый Пресловутый Человеческий фактор Люди и засыпают За рулем И отвлекаются От дороги Как быть? Да Здесь Комплекс мероприятий Одним из мероприятий Вот Первое я бы Назвал И самое Очень важное Это изменение Поведения участников Дорожного движения Целью Безусловного Соблюдения Норм И правил Дорожного движения Это первое На что Направляется Этот проект Второе Это повышение Защищенности От дорожно-транспортных Происшествий И их последствий Наиболее уязвимыми Участниками Дорожного движения Это пешеходами Потому что пешеходы Особенно Вот я немножко отвлекусь Сегодня Начинает Рано Темнеть Пешеходы На дороге Становятся невидимыми Соответственно Световозвращающих Элементов У них Как правило Нет Особенно В темное время Суток Где отсутствует Это освещение Получается Что пешеход Невидим И он Остается Самым Уязвимым Да 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 Вы правы Игорь Николаевич Сколько лет Мы уже об этом говорим И говорим Ведь что Есть сейчас Возможность Приобретать Все эти Светоотражающие Средства И рюкзаки И на одежду И все Как-то Доходит до людей Знаете Доходит Очень медленно Все на авось Авось пронесет меня Вот Ну я не купил Этот световозвращатель Да Одежду я купил Без световозвращающих Элементов И мы надеемся Что нас пронесет Но не всегда бывает Горько Тогда Когда не получается Вот этого вот Авось В России Тем более Когда в опасности Дети оказываются В опасности Родителям Можно позаботиться О своих детях Вот Ну постепенно Все равно Вот По моим наблюдениям Люди становятся Более бдительные На дорогах И Как бы Культура Немножко поведения Меняется Еще Составляющая Как достичь Этого показателя Это О том Что мы говорили Совершенствование Уличной дорожной сети По условиям безопасности Дорожного движения Это внедрение Новых Технических средств Светофоров На перекрестках Внедрение Вызывных Светофоров Установка Дорожных знаков Игорь Николаевич Я бы сюда Добавила еще Если Мы говорим О Улучшении Качество дорог Не только дорог Но и вообще Все сети Здесь Те же самые фонари Если мы говорим О безопасности пешеходов Чтобы дорога была освещена Более-менее Да Ведь это же не везде У нас есть Не везде Более того У нас освещение Искусственное Не везде Имеется вообще Линии Освещения А еще на ряде улиц Норма освещенности Не соответствовала Вот последний Ремонт Московского шоссе Где поменяли Полностью Искусственное освещение Показал Что норма Достигнута До этого Норма Не была достигнута Поэтому Здесь комплекс мероприятий Должен осуществляться Следующее На что хотел бы я Обратить внимание Это развитие Системы оказания помощи И спасения Пострадавших В результате Дорожно-транспортных происшествий Ведь От квалифицированной Первой помощи Тоже зависит многое Если уже Факт свершился Дорожно-транспортного Происшествия Да Раньше Потому что пока Пока ждешь скорую Пока что Кто на месте Экипажи ДПС Теперь имеют Такие навыки Да Которому Можно оказывать Они знают Да инспекторы Можно ли трогать человека Нельзя Вообще Иной раз Просто Человека нельзя Дотронуться И перемещать его Да С прошлого года Инспектора ДПС Обучаются На базе Областной больницы Клинической у нас Оказанием первой помощи Чтобы они Если они прибыли На место Первыми Тогда Они уже определяют Можно ли вообще Человека там Трогать Или нет Нельзя О том что вы говорите Какие бинты Вообще что оказать Как правило Инспектор ДПС Ребята приезжают Первыми на место ДТП Да В основном Как бы Такое бывает Если это в рамках Маршрута патрулирования Наряда Но если это конечно Там где Наряда нет Там тогда и бывает Что и скорая Чаще всего получается Скорая забирает И там уже Оказывается Квалифицированная Медицинская помощь Еще из основных Таких составляющих Что требует У нас Внимание Это Совершенствование Допуска Транспортных средств И их водителей К участию В дорожном движении То есть Простыми словами Это молодые водители Совершенствование Оказания Навыков Безопасного движения Ну это мы говорим Об автошколах Об автошколах Да Как учат Людей Поэтому Сегодня Законодательство В лице правительства Российской Федерации Прорабатывает этот вопрос Увеличивается База Нормативное Количество часов Количество вопросов Экзаменационных Поэтому Надеемся Что Вот здесь Тоже Будет способствовать Повышению Безопасности Дорожного движения Ну таких Вы много Перечислили Пунктов Да Которые Ну вот Да Это целая совокупность И здесь Наверняка Не столько И не все Далеко Зависит Только От сотрудников ГИБДД Это И И общественность И другие Да Структуры Тверской области Вам приходят На помощь Конечно Конечно Здесь Не только Мы Здесь И Минздрав Минобор Задействован Министерство Транспорта Составляющее Поэтому Общими усилиями Но Показатели Еще раз повторюсь Достаточно Очень сложный Снизить Его Ну Очень будет Проблематично Единственное На что Вот Я хотел бы Обратить внимание У нас 21 июля Президентом России Издан указ 474 В связи Который Правительство Российской Федерации Поручил До 30 числа Октября 2020 года Проработать Вопросы Внесения Изменений В национальные проекты В том числе О том проекте О котором мы говорим Безопасные качества Автомобильные дороги Чтобы С учетом Эпидемиологической ситуации Которая сложилась В Российской Федерации В текущем году Либо скорректировать Эти показатели Ну потому что Экономика у нас Немножко Затормозилась В этом плане Все взаимосвязано И Те планы Которые были Возможно Будут скорректированы Вы говорили О соблюдениях Один из пунктов Соблюдения правил Чтобы все участники Дорожного движения Это как С молоком Матери впитали Здесь очень многое Зависит от профилактической работы Которую нужно Начинать уже в детском саду Чтобы человек Знал как себя вести Как правильно Переходить дорогу Как правильно вести себя За рулем Автомашины Да Начинать Конечно Это надо С детского Образовательной Организации И Школьной Образовательной Организации В первую очередь Чтобы дети Знали Навыки Правильного Передвижения По дороге Но я знаю Что сотрудники ГИБДД Постоянно Уже много лет Этой профилактической Работой Вы занимаетесь И посещаете И школы И детские сады И встречаетесь И в вузы Куда только Вы не ходите И не рассказываете И не втолковываете Да Мы на протяжении Многих лет Уже посещаем Школы Все Родительские Собрания Для того Чтобы и Родителям Нацелить На путь Безопасного Передвижения На дорогах Соответственно Нами делается Специальное Подразделение Есть Которые Посещают Эти все Мероприятия Более того С этого года В средствах Массовой информации Мы достаточно Много Как бы Высказываем Мероприятий По повышению Безопасности Дорожного движения В том числе В рамках Реализации Национального Проекта У нас В этом году Реализуется И на телевидении Социальная реклама И на радиовещании И передачи Наши сегодняшние Тоже направлены На Соблюдение Участниками Дорожного движения Правил Это правильно Что называется Из каждого утюга Должно идти Чтобы уже Чтобы это жир Под корочкой Где-то засела Мы говорим Не только о ремонте Хотя о ремонте Мы еще несколько слов Скажем Дорог Но и все инфраструктуры Это и дорожные знаки Правильно установлены Это разметки Которые тоже помогают Автолюбителям Автомобилистам Они мешают им И пешеходам Чтобы все должно Согласоваться Вообще каким-то образом Учитывается мнение Автолюбителей Как здесь нужно Или это уже Вопросы к другим Структурам Не к вам Или вы как-то Тоже свои пожелания Сюда вносите Ну госавтоинспекция В соответствии с полномочиями Наделена Контрольно-надзорными функциями У нас есть требования Стандартов Нормы правил В области безопасного Дорожного движения За которые отвечает Контролирует Подразделение Госавтоинспекции Должен быть тут знак По ГОСТу Значит он тут должен стоять Должен быть тут светофор Значит он тут должен стоять Другие вопросы Касаемые Совершенствования Организации дорожного движения Ну где-то Изменить Направление Допустим Движения Сделать Одностороннюю улицу Там Либо где-то Добавить там Повороты У нас Наделена Полномочиями Орган исполнительной власти В данном случае Министерство транспорта Тверской области На территории города Твери Это департамент Дорожного хозяйства Благоустройства Администрации города Твери Мы со своей очереди Те предложения Точные Где мы видим Необходимые Либо где-то у нас Образуется какой-то Очаг аварийности Либо место концентрации Дорожно-транспортного Происшествия Мы соответственно Вносим Предложения В администрацию Города Твери Ну Как правило Эти предложения Становятся услышанными Услышанными То есть Контакт есть Контакт есть Да Взаимодействие Как бы налажено А то были такие времена Что приходилось Биться буквально Да Отвоевывая права Автомобилистов И пешеходов На дороге Не хотела Слышать власть Были такие времена Да Действительно Но сегодня Ну как Никому для кого Не секрет Наш бывший Начальник управления ГАИ Денис Черных Является Заместителем Главы администрации Города Твери Проводничок Безопасности Дорожного движения Тот кто уже Много лет Отработал На дороге И в управлении ГАИ И он знает Проблемы безопасности Дорожного движения И тем более Он нас слышит В этом плане Вот как бы Налажено взаимодействие У нас Если люди Автомобилисты Пешеходы Недовольны Каким-либо знаком Считают Что это неверно Что это мешает Куда звонить Это непосредственно Министерство транспорта Или в администрацию Города Куда это Обращаться Если Да Действительно Таких много Можно нам На официальный сайт ГИБДД Написать Мы рассмотрим Это предложение Ну как правило Перенаправляем В администрацию Если это не Соблюдение Требований стандартов Если это Предложения Какие-то Другие Тогда можно В администрацию Город Твери Если это на территории Города Твери Написать На региональных дорогах Регионального значения В министерство транспорта Либо Дирекция территориального Дорожного фонда На Желябово Которая Если это Дороги местного значения Муниципальных образований Области То это Администрации Интересуют Жители региона Очень часто И нам звонят Задают вопросы Когда конец года Так было много лет подряд Конец года Выпал снег Идет проливной дождь Но на дорогах Продолжает Вдруг начинаются Интенсивные дорожные работы Укладывается асфальт Люди беспокоятся О качестве этого асфальта Потому что у нас уже народная примета Как стаял снег Такой было неоднократно Пришла весна Вместе со снегом Ушел асфальт Который положили накануне в декабре Да Такие случаи бывают И вот сети Средств массовой информации Они часто находят свое подтверждение Но Госавтоинспекция Не наделена полномочиями По контролю Укладки асфальтобетонной смеси В период времени То есть зимние Это Либо летние Это период Поэтому мы Со своей Контроль надзорной полномочии Уже постфактом Видим Если образовалось выбои На покрытии Мы принимаем меры Административного воздействия Либо Какого-то иного воздействия Которое нам предусмотрел Предусмотрел законодатель То есть Конечно С моей точки зрения Укладка асфальта На снежный покров Который О котором вы говорите Это недопустимо Вот Всему свое время Всему свое время Ну надеемся Что в этом году Большинство ремонтных работ Завершилось По укладке асфальта Я имею ввиду В срок В теплое время года Ну и гарантийные обязательства Эта организация Выполнит Время покажет Не даром Мы же говорим О национальном проекте Безопасной и качественной Автодороги Да Все должно быть взаимосвязано Несколько слов Об изменении Государственного стандарта На дорожные знаки Да В прошлом году У нас изменился стандарт Введен новый стандарт ГОСТ 52-289 2019 года Который Ввел Новые требования К обустройству Дорог Соответственно С этого года В рамках реализации Национального проекта Безопасные и качественные Автомобильные дороги На дорогах Появляются Дополнительные знаки 3-20 Обгон запрещен Для информирования Участников О том Что началась Сплошная линия Разметки Вы знаете Что у нас Наступает Осенний период Зимний Когда разметка Она становится Плохо различима В целях Дополнительного информирования Об опасном участке Водителями Дополнительно Проинформированы Знаками Обгон запрещен 3-20 Справа Установлены И слева Для того Чтобы Видеть Если справа Не заметил Значит слева Увидишь На кривых В плане На поворот Как простым языком Можно сказать Устанавливаются У нас Дополнительные знаки Направления Поворота Это новое требование Которое введено Тоже В целях Визуальной Ориентированности Водителей Дополнительно Устанавливаются Светофорные объекты На многополосных Участках дорог То есть Для пешеходов Пешеходный переход Если на многополосные Четыре и более полосы Ставится вызывной Светофор Понятно Что Сразу же Это сделать На всех Невозможно Но Поэтапно Это мероприятие Внедряется И Вот На В первую очередь Ну Зависит конечно От финансирования Данного мероприятия На федеральных Автодорогах Это быстрее внедряется Потому что Там чуть выше Финансирование Ну И в городе Твери Я думаю Скоро Автолюбители Заметят Изменения В организации движения Несколько слов О том Как показывают себя Камеры Фото-видео Фиксации Знаменитые Письма счастья Которые Получают Автомобилисты Насколько Это оправданно И как они Помогают Вашей работе Камеры фиксации Это безусловно Способствует Повышению Безопасности Дорожного движения Так как У нас Большинство Дорожно-транспортных Происшествий Происходит Из-за Несоблюдения Скоростного режима Тот Скоростной Режим Который Установлен Насправлен Дорожное движение Участниками Дорожного движения Иногда Ну даже не иногда Можно сказать Более часто Он игнорируется Поэтому Одной Из составляющей Из составляющей Федерального проекта Безопасные Качественные Автомобильные Дороги Является Доведение Доведение Камер До 200% По сравнению К 2024 году До 200% От камер Которые были В 2017 году Получается Что они вообще Круглые Да Ну вы знаете Получается Совершенствуется Покрытие Проезжей части Скорости возрастают Да Есть такое Желание Да Уже Не ползти Кое-как Потому что Выбоин нет Да Выбоин нет Начинает Превышение Но в целях контроля Как бы Правительством Региона Принято решение На отремонтированных Участках В целях Соблюдения Скоростного режима Устанавливать камеры В этом году В этом году Я вот в частности Уже установлен На московском Четыре камеры Ну вы все видели Въездная автомагистраль Стала Трехполосная Правда Но тем не менее Параметры возросли И на региональных Дорогах У нас запланировано В этом году По согласованию С ГАИ Мест установки 18 камер фиксации В первую очередь Направленных На соблюдение Скоростного режима Участниками Дорожного движения Надеемся О том Что у нас Водители Ну они не понадобятся Конечно И водители будут Соблюдать Скоростной режим Установленный Но тем не менее Для контроля Они будут установлены Коснутся они В первую очередь Таких дорог Регионального значения Как Дубна Кимры Горицы Они будут установлены На дорогах Тверь Рождественная Это дорога На Кимры У нас Москва Андреаполь Пена Хитина Москва Рига Торопец Плошко Кимры Кимры Клетина Дубна Москва Санкт-Петербург Конаков И Ваньков Дополнительно Москва Рига Хорошего Где у нас Отремонтировали Дорогу У нас в этом году Памятник Введен В городе Ржеве Там дополнительно Установим Камеру Фиксации Правонарушения На Отремонтированной Дороге Надеюсь Что Они позволят Все таки Спрофилактировать Дорожное транспортное Происшение По причине Превышения Скоростного режима О том что Впереди камеры Водители Как-то предупреждают Что ведется Фиксация Да Действующим ГОСТом 52.289 2019 года О котором Мы говорили Чуть выше Предусмотрена Установка Знаков С табличкой Фиксация Под то нарушение Под которое Ведется Фиксация нарушения Если это Скоростной режим Дополнительно Под знак Либо это Населенный пункт Знак Либо это Знак ограничения Скоростного режима Устанавливается Табличка Фотофиксация Которая Информирует Водителей О Приближении К участку С осуществляющей Фотофиксацией Нарушения ПДД Время эфира К сожалению Подходит к концу Буквально Несколько слов Много ли В областной столице Очагов аварийности Каких перекрестков Возможно Каких дорог Водителям стоит Опасаться Быть осторожнее Да По итогам 2019 года В областной столице Выявлено 26 очагов аварийности Основными Очагами Аварийности Где у нас Являются Площадь Капашвар У нас Мы более-менее Там по инициативе Развязали Этот Сложный узел Говорит Но все равно Этот очаг Эта площадь Представляет Очаг аварийности Пересечение Улицы Мусорского И Бульвара Шмидта Соответственно Там уже На протяжении Несколько лет У нас очаг Аварийности И Все-таки В этом году Мы надеемся Что светофорный Объект Для пофазного Разъезда Водителей Там появится Паша Савельева Ихромова Вот Был очаг Выполнено Мероприятие Светофорный Объект Установлен Надеемся О том Что Все-таки Он позволит У нас Убрать То место Концентрации Которое там Образовалось Скажу Вот Московское шоссе Набережная реки Лазури За итогом Прошлого года Мы Не регистрировали Там очаг Но Позапрошлом году Этот очаг Был Не все удалось Сделать В прошлом году Для участников Дорожного движения Светофорный Объект Появится В четвертом Квартале Да Немножко Придется Изменить Водителям Манеру Вождения Приближаться К светофорному Приближаться К тому участку Где уже Введен Там Другой Режим Организации Дорожного движения Но Без этого Нам никуда Потому что Мы Фиксируем Постоянное ДТП В этих местах Поэтому Надеемся Что Вот эти мероприятия Позволят Профилактировать Дорожное распорное Преществие На данном участке Буквально Несколько секунд По желанию Ваше пожелание Как специалиста Участникам Дорожного движения Участники Дорожного движения Будьте внимательны На дорогах Особенно В осенний период Когда становится Темно И когда Пешеходов Обнаружить Достаточно Проблематично Соблюдайте Правила Дорожного движения Будьте внимательны И это Не просто слова Потому что Все правила Дорожного движения Как говорим И всегда Написаны На дороге крови человеческой. Уважаемые друзья, сегодня у меня в гостях был Игорь Николаевич Новожилов, заместитель начальника отдела управления ГИБДД УМВД России по Тверской области. Говорили о реализации национального проекта «Безопасные и качественные автодороги». И как выяснила лично я из сегодняшнего эфира, через 4 года к 2024 году, когда этот проект на территории региона закончится, у нас будет не регион, а город-сад. Всего вам самого доброго. Будьте здоровы. Берегите себя.